Привет, друзья мои! Я очень рада приветствовать вас на своих очередных занятиях. И сегодня мы с вами сделаем орхидеи ванильки и лианы к ним. Присоединяйтесь! Прежде чем мы приступим к работе, я хотела бы вас ознакомить с инструментами и материалами, с которыми мы будем работать в дальнейшем. Нам понадобятся вот эти инструменты. Колесико, черная палочка, текстурная палочка. Дрезден палочка, тейп-лент и шреддер. Два размера вырубок, листочек универсальный. Оригинальный комплект вырубок орхидея ваниль. Пастообразный или гелевый краситель зеленый. Из сухих красителей нам понадобятся темно-зеленый и зелено-желтый, это киви. Также сухие желтый и срифт или бургундия. Пищевой лак. Кисти. Вайнер с продольными прожилками, неявно выраженными. Проволока 30, 24 и 26 размеры. Наша скалочка и мягкий коврик. Разомнем наши пальчики и сделаем необходимое количество листочков для нашего проекта. Три маленьких и 15 больших. Я использовала два размера вырубок. Итак, небольшой кусочек мастики мы раскатаем на самом маленьком желобке на нашей досточке. Раскатываем не тонко, так как у настоящей орхидеи ванильки листики довольно-таки толстенькие. И мы хотим повторить ее натуральность. Вырезаем листочек, убираем лишнее и перейдем к другому размеру. Все то же самое. Раскатаем на прожилке. Раскатываем не до прозрачности и вырезаем листок. Убираем лишнее. Я не буду показывать все количество. Я думаю, с двумя размерами вам будет понятно, чем мы будем заниматься. Заводим проволоку приблизительно на 2 трети длины листочка и прижимаем хорошенечко в этом месте. То же самое производим с маленьким листиком. Как только проволочка на месте, я немножечко растяну листочек в длину. Потому что орхидеи, он все-таки не такой округлый, как получается после вырезания этими вырубками. И так перекладываю листики на коврик желобком кверху. И раскатаю ту чай желобка, где у нас нет проволоки. И пройду по краям смягчивых. То же самое сделаем со всеми остальными. И теперь буду использовать ваннер. Вкладываем каждый листочек желобком вниз. И хорошенечко прижимаем другую половинкой ваннера. Аккуратно достаем. Придаем небольшое движение листочку. И оставляем в стороне. Ту же самую процедуру проводим со всеми другими остальными листочками. Напомню, нам необходимо для всего проекта 3 маленьких и 15 больших. Как только мы завершаем с последним листочком, оставляем их подсушиваться. После того, как мы сделаем все необходимое количество листочков для нашего проекта, они уже будут готовы для того, чтобы их покрасить. Итак, нанесем небольшое количество желтого оттенка на самые-самые краешки листочков. С одной и с другой стороны. С лицевой и с изнаночной. И так поступим с каждыми последующими листиками. Дальше мы смешиваем два оттенка. Это киви и темно-зеленый. Для того, чтобы получить средний оттенок между ними. Подхватим небольшое количество красителя и нанесем его на листочек. Будем протягивать снизу вверх, не касаясь уже ранее окрашенной поверхности. Оставим высветленными краешки нашего листочка. То же самое повторим и с обратной стороны. Смешиваем два оттенка, хорошенечко растушевываем между собой и наносим на листочек. Процесс будем повторять от листочка к листочку. И коснемся проволочки у основания каждого из листиков. Итак, такую же процедуру проделаем со всеми оставшимися листочками. Как только мы закончим их окрашивать, они уже будут практически готовы к тому, чтобы покрыть их лаком. В теплом сухом помещении изделия из мастики подсыхают довольно быстро. Поэтому после того, как мы окрасили, мы можем приступать к покрытию лаком. Набираем небольшое количество лака на кисть и наносим на листочек, на поверхность, на переднюю и на заднюю. Как будто бы растягивая лак по поверхности. Много не наносить, для того, чтобы лак не потек. Один листик готов. То же самое проделаем со всеми остальными листочками. Главное не переборщить и с лаком, иначе его тяжело будет потом брать. Пока лак на наших листочках подсыхает, мы можем перейти к другому этапу. Как известно, орхидея ваниль – это лиана. У нее очень массивный ствол, плетущийся. И теперь мы воспроизведем его. Полную длину ленты разрежем напополам вдоль при помощи шредера. Получаем две полосочки ленты по 6 мм. Проволока 24, полная длина. Обмотаем первым слоем. Можно завершить обматывание где-то на половине длины или чуть-чуть больше. Аккуратненько разравниваем. И можно еще разок обмотать лентой, для того, чтобы утолщить ствол лианы. Таким же способом наматываем второй слой. И останавливаемся где-то на середине длины проволоки. При помощи дрезден-палочки я разровняю все спиралики, которые образовались в процессе наматывания ленты. Мы дождались полного высыхания лака на листочках. Листочки остаются вот такие красивые, глянцевые. Сейчас мы начнем наматывать, приматывать их к основному стволу. Для начала подогнем примерно на 45 градусов относительно собственной проволочки. Для одной веточки я выбрала один маленький листочек и пять более крупных. Прикладываем самый мелкий листочек к окончанию, к концу проволоки. И приматываю где-то 3 сантиметра вниз, спускаясь. Делаю небольшой изгиб. И на этот изгиб подматываю первый из больших листочков. То же самое двигаясь вниз примерно на 3 сантиметра. Делаю противоположный изгиб. И сюда же на этот изгиб плотно прикручиваю, приматываю очередной листочек. И так идем вниз, спускаясь, делая противоположные друг к другу изгибы вдоль длины основной проволоки. Следим, чтобы проволока-листочка всегда лежала вдоль основной проволоки. Чтобы проволока-листа не перекручивалась вокруг основной проволоки. Иначе работа будет смотреться не совсем аккуратно. И заканчиваем пятым крупным листочком. Заматываем полностью проволочку. И вот такая лиана у нас получается. Для нашего проекта хотелось бы сделать три. Там, где это возможно, разровняем гладкой поверхностью одного из наших инструментов саму намотку. Вот такая красивая лиана. Заключительный этап в работе с лианой это тонировка ствола. Я смешала два оттенка светло-зеленый и темно-зеленый вместе. И теперь плотным слоем наношу этот микс непосредственно на ствол лианы. Без пропусков. Со всех сторон. Таким образом я пытаюсь приблизить оттенок лианы ствола к оттенку наших листочков. Небольшое количество бургундии или срифт или баклажан растушую и поглаживающими движениями нанесу сюда же поверх предыдущего оттенка, чтобы показать небольшую тень. Нам остается покрыть ствол пищевым лаком. Блестеть у нас ствол не будет так же, как листочки у нас блестят, но характерный эффект иметь все же таки будет. Вдоль всего ствола покрываем кисточкой и даем лаку высохнуть окончательно. Для нашего проекта нам необходимо будет три такие лианы. Одну мы с вами уже сделали. Осталось собрать еще две. Посмотрите, какая красота у нас в итоге получается. Но ведь правда же красиво. Мне очень нравится. Зелень всегда является украшением в букетах. Особенно вот такая. Глянцевая. И очень милая. Зелень. И теперь, друзья, перейдем к созданию нашей орхидейки. Вот такую колонку для начала мы с вами изготовим. Проволочка 24 размер, половина длины. Делаем закрытый крючок на конце проволоки. И используем светло-зеленую мастику, ту, которая у нас осталась от листиков. Выкатываем вот такой толстенький жгутик. И продеваем проволоку сквозь мастику. И прорабатываем мастику вдоль самой проволочки. Убираем все лишнее. Верхняя часть колонки где-то в 2-3 раза толще, чем само основание. Длину измеряем вот таким образом. Прикладываем колонку к вырубке. И самая верхняя точка колонки должна проходить где-то на уровне плечиков вырубки. Основание утоньшаем. Основание у нас приблизительно равно половине ширины основания вырубки. Можно измерить. И теперь возьмем дрозден палочку и проведем вдоль колонки вот такое вот углубление, характерное для колонки орхидеи. Утоньшим края с одной и с другой стороны. И немножечко подогнем колонку, придадим вот такой легкий изгиб. Оставляем колонку высохнуть на ночь. Она должна быть у нас хорошо высохшая, прям крепкая, для того, чтобы мы не боялись и работали с ней дальше. Перейдем к следующему этапу и вырежем губу. Вот такая в результате у нас должна получиться работа. Это серединка, состоящая из колонки и губы. Я красила обычную белую мастику, нашу рабочую, сухим красителем киви. Получила вот такой интересный цвет. Раскатываем тоненько, как обычно мы это делаем. И вырезаем форму губы для нашей орхидеики. Теперь будем обрабатывать губу двумя инструментами. Дрезден палочка и вейн тул, текстурная палочка. Располагаем широкую часть дрезден палочки как можно ближе, горизонтально к поверхности досточки. И проходим верхнюю часть, широкую часть нашей губы палочкой. Для начала, потом пройдем по этим же местам, пройдемся текстурной палочкой. Если дрезден палочкой широкой стороной мы как будто бы махрили краешек, то острым концом той же дрезден палочки, посмотрите, мы делаем как будто бы перышки вырезаем. Если вы поменяете немного угол, то именно перышки и получится. Не просто нарезанная мастика, а перышки. Теперь обычной водой смазываем верхнюю часть колонки, прикладываем губу к колонке и располагаем таким образом, чтобы обе стороны сошлись на верхней части колонки. Соединяем их аккуратно и постепенно, не спешите. Пальчиками просто зажимайте обе стороны, перекладываем в другую руку. Вот для чего нам колонка нужна была очень и очень твердая, высохшая практически, для того, чтобы мы свободно работали, не боялись, что мы можем ее помять, изменить форму, сорвать вообще с проволоки. Бывает такое. И теперь самыми кончиками пальцев дорабатываем губу. Если вдруг расходится шовчик, аккуратненько соедините вновь. И краешки подгибаем наружу. Краешки губы выгибаем наружу. Можно помочь себе при помощи дрезден-палочки. И вот такая, посмотрите, форма получается у нас. Очень интересная, очень свойственная орхидея ванильки. Такие, видите, две идентичные получились серединки для орхидеи. Переходим к окрашиванию самой губы. Я использую цвет дофадил Нарцисс. Пока мастика не до конца высохла, очень хорошо было бы окрасить нашу губу. Мастика еще мягкая и податливая. Она еще влажная и вбирает в себя достаточное количество красителя. И тем самым получается более яркой. Я использую кисточку, как вы заметили, более узкую. И для того, чтобы просто выделить нам самые краешки, я использую цвет срифтута. У вас может быть бургундия. Я просто прохожусь по краешкам. Не изменяя цвет самой колонки. Этого будет достаточно уже в собранной работе. Так как мы будем делать три орхидейки, я сделала три серединки. Давайте теперь рассмотрим поближе вырубки лепестков орхидеи. В комплекте четыре разные вырубки. Одну из них мы отработали. Губа уберем в сторонку. Разложим все оставшиеся три вырубки и посмотрим на них. Две из них имеют одинаковую форму, но разный размер. И третья вот такая интересная форма, совершенно другая. Самую меньшую мы расположим в качестве верхнего лепестка. Чуть больший размер нижнебоковой. И вот такая изогнутая, это верхнебоковой лепесток. То же самое мы проделаем в зеркальном отображении и вырежем дополнительные лепестки. Вот так с губой смотрится полный комплект. Я начала свою работу с нижних боковых лепесточков. Проволока 30. Беру небольшой кусочек мастики и обкручиваю проволочку. Выкатываем вот такой стик. Пытайтесь, пожалуйста, сделать его настолько тонким, насколько это возможно. Максимум это 3 толщины самой проволочки. Было бы идеально. Получится меньше, будет вообще прекрасно. Измерили, посмотрели, что длина нашего стика, нашей опоры больше, чем половина длины самого лепесточка. И теперь раскатываем мастику. Мастику раскатываем тоненько, как мы это делаем обычно и всегда. И вырезаем лепесточек. Таких лепесточков для одной орхидеи у нас должно быть 2. По такому же типу мы сделаем и второй лепесток. Но пока определимся с первым. Перекладываем на коврик. При помощи шарика смягчаем вырезанные края. И теперь соединяем нашу опорную проволочку и сам лепесточек. Хорошенечко прижимаем, пока мастика сырая. Это делаем. Желобок это всегда у нас обратная сторона, а это же лицевая. Теперь вкладываем желобок вниз, лицом наверх и прижимаем. У орхидеи неявно выраженная текстура, поэтому вайнер именно подобного рода подойдет как никогда лучше. Придаем движение и придаем вот такие небольшие сгибы лепесточку. Чуть-чуть зажимаем самый-самый кончик и оставляем подсыхать. Для орхидеи нам нужны будут два нижних боковых. Я их сделала. Вот таким образом они выглядят. По тому же принципу я выполнила и верхний лепесток. Я выбрала вырубку меньшего размера, вырезала, прошлась по краям шариком, тоньшив, смягчив их. И теперь та же самая 30-я проволочка обкатала мастикой. Прикладываю, измеряю высоту нашей проволочки для поддержания лепестка и склеиваю обе части. Просто прижимая друг к дружке, вкладываю вайнер, прожилка у нас остается сзади, это у нас всегда спинка. Достаем аккуратненько лепесточек из вайнера и оставляем подсушиться. Давайте теперь перейдем к созданию верхних боковых лепесточков. Они имеют вот такую загнутую форму, которую вы видите у меня на доске. Проволочку мы точно так же обкручиваем пастой. Проволока тот же размер 30-й, напомню вам. Обкручивание будем производить аккуратно, опрятно. Работа оценивается обычно и с лицевой стороны, и с изнаночной. Итак, мы обкатали проволочку и теперь уберем все лишнее, измеряем длину поддерживающего стика и теперь раскатаем. Раскатывание производим тоненько, так же как и для остальных лепестков, ничего не изменяется. И вырезаем теперь вот такой вот лепесток загнутой формы, который будет у нас верхним боковым, одним из них. Для орхидейки нам понадобится два таких лепесточка. И теперь вот такой вот я сделала заранее. И теперь мы смотрим и подбираем зеркальное отображение к тому, что мы уже с вами сделали. Прижимаем обе части, пока они еще сырые и хорошо склеиваются друг с дружкой. Вкладываем в вайнер, но прежде пройдемся шариком обязательно, утоньшим края, смягчим их по всей длине и вложим в вайнер. Желобок это обратная сторона и прижимаем. Достаем из вайнера и пальчиками дорабатываем лепесточек. Придаем ему некое движение, чуть-чуть подгинаем и оставляем сушиться на мягком коврике, подсыхать. Передо мной на досточке то, что мы с вами сделали. Один лепесточек верхний, два лепестка нижних боковых, они чуть больше, чем верхний, и два верхние боковые, загнутые кончики смотрят вниз. И постепенно перешли мы к процессу сборки цветка. Для начала каждый лепесток мы отогнем на 90 градусов относительно собственной проволочки и примотаем к нашей серединке. Сначала мы оформим два боковых верхних лепестка. Они имеют вот такую загнутую форму. Вспомнили? Прикручиваем сначала один лепесточек и с противоположной стороны другой лепесток. Во время сборки всегда смотрите на орхидею таким образом, чтобы колонка у вас находилась сверху, а губа внизу. Так вам будет понятнее дальнейшая наша работа. Прикручиваем второй лепесточек и переходим к следующему этапу. Прикручиваем нижние боковые. Вы их помните. Мы их сделали парочку. Все то же самое. Процесс тот же самый. К основанию. К самому основанию подносим, приматываем тейп-ленту и скручиваем лепесточки вместе с основной проволокой. Поравняем, поставим на место и закончим самым маленьким лепесточком, расположив его между верхними боковыми. Вот таким образом. И тоже пройдем до конца длинной проволочки. Вот такая орхидейка у нас получается. Нам остается только затонировать нашу красавицу и нанести ей небольшой мейкап. Я использую сухой краситель киви. Он достаточно хорошо подходит к этому оттенку. Как известно, в природе большое количество разнообразных оттенков орхидеи ванили, начиная от белого и продолжая кремовым, желто-зеленым и заканчивая зеленым. Но наша орхидейка будет вот такая желто-зеленая. Каждый лепесточек мы окрашиваем красителем киви. Я выбрала кисточку поуже в этот раз и окрашиваем колонку. Колонку окрашиваем не всю, а где-то, наверное, две трети половинку ее длины. И то же самое выполним с обратной стороны. Каждого лепестка окрасим этим же самым оттенком киви. Во время окрашивания придерживайте каждый лепесточек, потому что эта мастика, она хрупкая, и есть возможность поломать лепестки, чего мы очень не хотели бы. Теперь положим более темный зеленый оттенок на серединку каждого из лепестков. Я просто добавила к оттенку киви этот темно-зеленый и размешала, чтобы не было такого сильного контраста. И с задней стороны у основания то же самое. Положим этот темно-зеленый оттенок. И теперь для глубины положу небольшое количество бургундия или срифт. Покажу тень. И слегка-слегка коснусь самых кончиков нашей орхидеи. Только не переборщите. Вот такая орхидейка у нас получается. Вот такая красавица. Я рада, что мне довелось на следующий день работать при дневном свете. Видите, какой оттенок она имеет при лучах дневного света. Видите, как красиво. И завершим мы орхидею вот таким маленьким нюансом. Раскатаем небольшой кусочек мастики и вложим в серединочку. Такой пыльник мы создадим ей. Придерживая аккуратно колонку и губу при помощи дрезден-палочки и белка. Я подклеила этот пыльник к основанию нашей губы и слегка прижала. Дала схватиться. Вот таким образом. Острой стороной дрезден-палочки я пыльник разделила как бы на две части. Теперь наносим небольшое количество белка или пищевого клея. Сюда же на пыльник и рядышком с ним. Передо мной вы на столе видите окрашенную манку или мелкомолотый рис. Я окрасила его светло-желтым нарциссом сухим красителем. И теперь на то место, где я нанесла белок, я присыпаю окрашенную манку. Перевернув орхидейку таким образом, мы берем все лишнее. Вот такая красавица у нас получается. Время подвести итог наших занятий. Мы с вами сделали три красивейшие орхидеи ванильки и триллианы к ним. В следующем этапе мы соберем с вами полный букет, поэтому надолго не уходите, не исчезайте. Скоро увидимся. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok